Доброе утро! Меня зовут Михаила Марина Евгеньевна, я директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант». Веду сегодня первый вебинар и сначала немножко расскажу о том, какие будут возможности в рамках, поскольку это целый цикл вебинаров, буквально несколько слов об этом цикле вебинаров. Цикл вебинаров «Конкурсные процедуры от А до Я» реализуется в рамках проекта, который ведет благотворительный фонд развития сообщества «Гарант» «Российская школа грандмейкинга». И этот проект реализуется при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В июле этого года мы проводили первую школу грандмейкинга в Новосибирске. И по итогам этой школы были определены целый ряд тем, которые объединены сейчас в цикл вебинаров «Конкурсные процедуры от А до Я». Я сейчас вам представляю темы и график, примерный график этих вебинаров, чтобы вы могли сориентироваться. Смысл этого цикла вебинаров в том, чтобы через небольшие тематические вебинары разобрать всю процедуру проведения конкурсов поэтапно. И если вы посмотрите на график, то вы видите, что на каждом из вебинаров свой преподаватель. Мы постарались собрать экспертную группу специалистов, которые давно работают в теме организации проведения конкурсов. И в рамках своей работы знают все этапы конкурса, организации проведения конкурсов, но специализируются на каких-то отдельных этапах. Вот мы постарались выстроить такой график. Вы можете посмотреть, какие здесь будут заявлены темы и записаться как на полный цикл вебинаров, так и на отдельные темы, если они вас интересуют. Здесь, обратите внимание, даты уже поставлены, они могут немножко варьироваться. Вот, в частности, не 25-го, а точно 23-го ноября будет вебинар объявления о конкурсе. Но об этом мы еще поговорим и отдельно будем давать информацию. Теперь несколько слов о том, как будет идти вебинар и вообще, как будет построена работа в рамках вебинаров. Мы постарались скомпоновать, спланировать эти вебинары не очень длинными, поскольку достаточно тяжело проводить час-полтора около компьютера, поэтому продолжительность вебинаров до 30 минут. Вы можете задавать вопросы ведущему в чате в левом нижнем углу, вы видите. И на эти вопросы мы будем стараться отвечать в рамках вебинара, однако понимаем, что, возможно, какие-то вопросы будут более объемными, или у нас будет недостаточно времени, чтобы на них ответить. Поэтому, или какие-то вопросы могут возникнуть после вебинара, поэтому, если какие-то вопросы останутся без ответа, или они у вас появятся после вебинара, вы можете направить их на электронный адрес, адрес вы видите на экране, и эти вопросы, ответы на эти вопросы будут даны либо вам персонально, либо размещены на странице, где будет размещена запись вебинара. Уже был вопрос по поводу того, будет ли доступна запись вебинара, да, запись ведется, и эта запись будет размещена сейчас пока на сайте Архангельского центра социальных технологий «Гарант» в разделе «Медиатека», а в дальнейшем, после того, как будет открыт специальный портал «Российская школа грандмейкинга», все вебинары будут размещены также там, на этом портале. Вот такие основные организационные технические моменты, на которых мне хотелось остановить ваше внимание, перед тем, как я начну говорить уже о теме сегодняшнего вебинара. Итак, первый вебинар из цикла «Конкурсные процедуры от А до Я. Как определить и согласовать с донором приоритеты конкурса». Я рассказывать буду, опираясь на уже 15-летний опыт Архангельского центра социальных технологий «Гарант» о организации и проведении конкурсов. Причем у нас есть опыт организации и проведения конкурсов как на средства бизнеса, так и на средства бюджета, и на средства консолидированных бюджетов, когда нам удавалось объединять средства бюджета и бизнеса в одном конкурсе, и это тоже имеет особую специфику при определении приоритетов. Поэтому я, с одной стороны, постараюсь дать какие-то общие вещи, на которые следует обратить внимание, ну и попробую привести примеры из нашего опыта, которые бы могли проиллюстрировать данные вещи, на которые я хочу обратить внимание. Итак, когда мы разрабатываем конкурсную программу, необходимо обратить внимание на несколько очень важных аспектов, которые нужно сразу предусмотреть вообще еще прежде, чем пытаться определять основные направления конкурсных программ. Ну вот сейчас вы на экране презентации как раз видите эти основные пункты, и надо сказать, что работать нужно со всеми этими пунктами в комплексе. Невозможно ориентироваться при разработке конкурсной программы только, например, на потребности территории или только на приоритеты донора. В любом случае при определении приоритетов конкурса и разработке конкурсной программы необходимо сделать акцент на всех этих вопросах для того, чтобы программа оказалась комплексно ориентированной. И если мы упустим хотя бы один из тех вопросов, которые вы сейчас видите на экране, то это может привести к проблемам в реализации конкурса социальных проектов. Это в лучшем случае, а в худшем случае к полному провалу данного конкурса. Как, например, в случае, если донор, например, хочет поддерживать какие-то направления, но если в вашей территории отсутствуют потенциальные грантополучатели, то вы можете оказаться в очень неприятной ситуации, когда вы согласуете с донором приоритет конкурса, конкурс объявите и не получите на конкурс заявок. Или, например, грантополучатели, которые потенциально могут работать по этой теме, но не готовы участвовать в программе при тех условиях, которые определяет донор. Как, например, в территориях, в которых достаточно большие средства направляются на поддержку некоммерческих организаций, заходить с конкурсом социальных проектов, в которой финансироваться будет очень маленькая сумма. И если, например, этот конкурс будет заводиться параллельно с конкурсом, другим конкурсом, в рамках которого даются гораздо большие средства, в этом случае у вас может быть печальный результат, когда вам просто грантополучатели, несмотря на то, что они, потенциальные грантополучатели, несмотря на то, что они есть, заявок просто не подадут, потому что та сумма, которую вы им предложите в рамках программы, согласованной с донором, окажется для них неинтересной. И поэтому очень важно рассматривать все эти направления, и в каждом из них необходимо ответить на целый ряд вопросов. Ну, конечно, когда мы определяемся с тем, на что мы должны обратить внимание при планировании конкурсных программ, то первое, что мы должны для себя, как организация, которая планирует организацию проведения конкурсной программы, и которая собирается согласовывать с донором приоритетные направления, мы должны четко держать в голове те вопросы, которые требуют нашего внимания. Это кто будет заинтересованными лицами в этой программе, кто является ключевыми заинтересованными лицами, кто может быть партнерами, или кого потенциально может зацепить эта программа, кто может попасть в круг заинтересованных лиц, какие будут ожидания и интересы у этих заинтересованных лиц, в чем может быть актуальность и важность этой программы, и кто в этой программе может участвовать. То есть мы, в принципе, как организации, занимающиеся проведением конкурсов, даже когда мы идем к донору, собираясь согласовывать с ним приоритеты конкурсной программы, в принципе, мы являемся профессионалами и должны понимать поляну. И мы должны для себя иметь в голове вот эти вопросы и понимание этих вопросов. И, соответственно, отталкиваясь от понимания и знания вот этих вопросов, мы будем выстраивать диалог с донором и с потенциальными партнерами. Конечно, не зря говорят, кто девочку ужинает, тот ее и танцует. Первым необходимо опираться на учет интересов донора, того, кто будет выделять средства на реализацию конкурсной программы социальных проектов. И здесь сейчас у вас перед глазами целый список вопросов, которые мы должны выяснить у потенциального донора, того, кто будет выделять средства. Наверное, самое простое было бы, если бы можно было прийти к донору, ну, например, к бизнес-компании, которая собирается поддержать какую-то конкурсную программу, и прям вот с этим списком вопросов, и прям вот по пунктам в качестве такого экспертного интервью задать им эти вопросы, получить на них ответы, и после этого сказать, все, отлично, мы сейчас будем планировать конкурсную программу. К сожалению, на эти простые вопросы, простые ответы получить достаточно сложно, потому что если вы придете к донору, особенно если вы только начинаете работать с этим донором, и зададите ему вопрос, что вы хотите поддержать, вряд ли вы получите однозначный ответ. Скорее всего, здесь нужно провести целый цикл встреч и бесед, для того, чтобы понять, а что все-таки является интересом, в каком поле донор хотел бы поддержать программу, какое приоритетное тематическое направление. И очень часто бывает, что донор озвучивает, я хочу поддержать детей, но, или поддержать проекты, направленные на молодежь. Но что именно в рамках вот этой темы было бы интересно донору, вот это задача, которая, выяснить это, вот это как раз задача, которая лежит на вас. И здесь нужно рассматривать, что, отвечая на первый и второй вопрос, нужно понимать, что у донора могут быть очень разные интересы, как личные, так и корпоративные. Очень часто тематика, которую выбирает даже корпоративная компания для поддержки, связана с личными интересами владельца или директора этой компании. Особенно это характерно видно, когда донором является представитель малого и среднего бизнеса. Например, руководитель компании любит спорт, и именно это его интересует, и исходя из собственного личного интереса, он бы хотел поддерживать программы в области спорта. И это один подход. Другой подход, когда приоритет выбирается донором, исходя из собственных, или не из собственных личных, а из бизнес-интересов. И это может быть более понятно. И в этом случае мы ориентируемся на приоритеты бизнеса. Так, например, компания, которая занимается продажей спортивного инвентаря, может быть заинтересована в поддержке конкурса проектов, направленного на развитие, например, массового спорта, поскольку это потенциально может повысить количество их клиентов. И это бизнес-интерес. Вот какой интерес руководит донором, когда он решает поддержать конкурсную программу, вот это очень важно понять. Иногда этот интерес лежит на стыке бизнеса и личного интереса. Это, наверное, самый лучший для нас вариант, как для организаторов конкурса, потому что, когда руководитель лично заинтересован, и еще понимает, что это имеет влияние на интерес его бизнес-компании, в этом случае это такое более устойчивое партнерство. Надо сказать, что вот очень важным является третий вопрос. Потому что, когда мы начинаем разговаривать о приоритетах, очень часто бывает, что представители бизнес-сообщества имеют очень отдаленное представление о тех направлениях социальных, которые они собираются поддержать. И, как правило, это такие стереотипные представления, поскольку, и это нормально, поскольку бизнес должен заниматься бизнесом, он не должен быть профессионалом в социальной сфере, именно для этого ему нужна некоммерческая организация, которая может помочь ему провести конкурс. Но очень важно в процессе беседы как раз понять, что бизнес понимает в рамках той проблемы, которую он хотел бы поддерживать, и попытаться вместе с ним более глубоко войти в эту проблему, для того, чтобы определиться с тем приоритетом, который мог бы быть в рамках конкурса. Вот я уже говорила о корпоративном или личном интересе, то есть нужно выяснить, какие мотивы его двигают, что он хочет реально получить. И вот если с открытыми, с явными мотивами все более-менее понятно в процессе разговора, вы это быстро выясните, то очень важно понять, какие скрытые мотивы есть у донора, потому что часто бывает, что за декларируемыми явными мотивами есть еще некоторые внутренние личные, личные мотивации, которые вам не озвучиваются. Но, например, бизнес собирается поддержать проекты, связанные с благоустройством города, хочет это сделать достаточно широко, просит вас организовать конкурс, в котором вы участвовали не только некоммерческие организации, но и как можно больше инициативных групп в том числе, и заявляя это как свой интерес, поскольку он тоже житель этого города, ему важно, чтобы этот город был красивый, он здесь собирается жить, у него здесь бизнес и так далее. Но при этом в процессе переговоров вы понимаете, что существуют еще и мотивы, которые вам не обозначают. Например, мотив набрать популярность, стать более известным человеком в городе. То есть это те мотивы, которые явно не озвучиваются, но вы можете их услышать в процессе разговора. Почему важно понять и скрытые мотивы тоже? Потому что в этом случае, когда вы будете планировать конкурсную программу уже более глубоко и предлагать приоритеты уже самого конкурса, вы сможете, учитывая вот эти скрытые мотивы, предложить те форматы, которые могли бы быть более интересны. Например, если вы понимаете, что человеку важно, чтобы как можно больше людей поучаствовало и узнало об этом конкурсе, вы не будете настаивать, что это должен быть конкурс только для некоммерческих организаций, а введете в состав участников, например, инициативные группы тоже. Если же вы будете понимать, что, например, такого мотива нет, возможно, вы будете настаивать на том, чтобы это были только некоммерческие организации, потому что с ними работать проще, они более устойчивые и, как правило, продолжают те проекты, которые начали. Вот не буду дальше останавливаться на оставшихся вопросах. Очень важно понимать, насколько донор готов с вами обсуждать и двигаться, потому что если вы понимаете, что донор пока готов только принимать свое собственное мнение, никакое больше, то ваши усилия на его переубеждение могут привести к результатам закрытия программы еще до того, как она откроется. Потому что донор скажет, вы меня не понимаете, я хотел вот этого, вы меня все время переубеждаете, и, соответственно, решить вообще никакого конкурса не делать, придя к выводу, что его не слышат, не хотят с ним считаться. Поэтому вы должны очень четко оценить, насколько донор готов менять свои решения, слушать вас и двигаться, потому что иногда бывает, и в нашем опыте это было, когда на первом этапе, на проведении первого, например, конкурса, мы больше ориентируемся на интересы донора и меньше затачиваем конкурс на потребности территории. Но сразу предупреждаем его о тех возможных рисках и угрозах, которые могут быть в связи с тем, что, например, конкурс настроен в основном на интерес, на приоритет донора. В этом случае, после проведения конкурса, разобрав с ним результаты, можно же уже корректировать следующий конкурс или следующую программу, и в этом случае донор начинает быть более слышащим, да, у него там уровень слуха повышается, потому что он видит, что его предупреждали, что ему говорили о возможных рисках, и если вы потом сможете продемонстрировать, что в конкурсе было, может быть, не супер хорошо в связи с тем, что не были учтены некоторые интересы на первом этапе, вы сможете убедить его в дальнейшем быть к вам, больше к вам прислушиваться и больше на вас ориентироваться. Конечно, после того, как вы определились с тем, что хочет донор и насколько он готов двигаться в своих приоритетах, очень важно учесть интересы и возможности сообщества, то есть тех, для кого вы будете проводить этот конкурс. И здесь очень важным являются как раз оба слова. Надо учесть и интересы, и возможности, потому что, с одной стороны, если мы не попадаем с вами в интерес сообщества, то есть у него нет потребности в той конкурсной программе, которую вы представляете, в этом случае конкурс пройдет в холостую и не даст социального результата, если вы не учтете возможностей сообщества, вы не сможете реализовать эффективного конкурса и, возможно, даже не сможете набрать заявок для того, чтобы этот конкурс реализовать. И когда мы говорим об учете интересов, конечно, в первую очередь надо смотреть, какая существует проблема у сообщества, которая могла бы совпасть с приоритетами и интересами донора. Но я здесь, наверное, не буду подробно останавливаться на вопросе о том, как можно понимать и знать интересы сообщества. Если организация занимается организацией проведением конкурсов, в этом случае она, как правило, очень хорошо понимает социальные проблемы, которые существуют и готова эти проблемы озвучивать даже уже на этапе переговоров, первых переговоров с благотворителями. Я могу сказать, что, например, по опыту работы Центра Гарант, если на первых этапах проведения конкурса в 2001-2003 году мы достаточно много усилий тратили на то, чтобы договориться с нашими благотворителями по поводу того, какие выбрать приоритеты, поскольку каждый раз нам приходилось аргументированно доказывать, что именно этот приоритет является ключевым, то в дальнейшем, после того, как бизнес-компании, входящие в наш благотворительный совет, сотрудничали с нами в течение многих лет, после этого они говорили уже так, давайте вы нам предложите, какие приоритеты нужны, потому что вы лучше знаете социальные проблемы территории. Но для того, чтобы донор именно с таким подходом пришел и сказал, давайте вы скажете, потому что вы профессионалы, у вас должны быть наработаны партнерские взаимоотношения с ним. Поэтому первоначально, скорее всего, нужно будет, как для самих себя, очень четко понимать, какие существуют социальные проблемы и чего не хватает, куда нужно добавить благотворительные деньги. И нужно иметь возможность аргументировать донору, что эти проблемы действительно нужны, и именно сюда нужно направить усилия. Ну вот мы, например, пользуемся таким инструментом, как замеры социального самочувствия, и в рамках этого инструмента мы проводим периодические исследования, в которых получаем ответы на вопросы, какие проблемы существуют в территории, по мнению жителей, и раскладываем их по степени актуальности. Причем вот если вы посмотрите на эту табличку, здесь есть как такие достаточно крупные проблемы, за которые мы в рамках своих благотворительных программ, конечно, не беремся. Это вопрос роста тарифов, обеспеченности жильем и так далее. Но это однозначно серьезные проблемы, которые волнуют людей, мы точно знаем, что они их волнуют, да, или, например, состояние дорог. Почему мы заводим вот эти вопросы в анкету, точно понимая, что мы благотворительные программы в этой теме делать не будем? Ровно потому, что для того, чтобы по отношению к ним померить остальные проблемы. Если мы, например, видим, что вопрос обеспеченности жильем оценивается, например, в 0,7 балла, а незащищенность отдельных слоев населения в 0,6 балла, или рост алкоголизма в 0,4 балла, то мы понимаем, мы можем сравнить между собой, насколько серьезно эту проблему ощущают люди по отношению вот к таким стандартным, да, и очень балующим людей проблемам, как обеспеченность жильем или вопросам трудоустройства. И, соответственно, вот когда периодически мы проводим такого рода исследования, конечно, надо понимать, что просто провести анкетирование, этого маловато. И мы, как, например, организация, которая регулярно работает в сфере организации проведения конкурсов, в рамках тех тем, которые волнуют людей, проводим еще круглые столы и экспертные встречи для того, чтобы понять, например, что именно волнует людей в качестве медицинского обслуживания. Вот, например, в этом поле мы выяснили, что одна из проблем, которые волнуют людей, что они не знают своих прав и не знают того, как им воспользоваться своими правами. То есть очень на низком уровне информированность людей о праве на получение бесплатных медицинских услуг. И, например, именно в эту тему мы и направили проведение одного из конкурсов, в котором поддержали информационные проекты в сфере реализации прав людей на бесплатную медицинскую помощь. Вот поэтому, если вы имеете у себя данные по тем социальным, не обязательно свои, вы можете воспользоваться имеющимися в вашей территории исследованиями, которые позволят вам актуализировать социальные проблемы и аргументированно разговаривать с донором для того, чтобы, возможно, где-то его скорректировать с точки зрения того, что он хочет поддерживать по отношению к тому, что надо бы поддержать. Еще очень важная вещь, и этому будет отдельный слайд посвящен, то могут ли грамотополучатели или те, для кого вы организуете конкурс, в этой теме работать, есть ли те, кто будет работать. Вот мы, например, при проведении исследований социального самочувствия делали еще, кроме вопросов, о какие проблемы волнуют людей, мы задавали еще людям вопросы по поводу того, что, в чем люди сами готовы участвовать. И вот если вы, например, посмотрите на вот эту карту, то мы можем увидеть, что, это как раз по Архангельской области, вы можете увидеть, что люди часто заявляют, как актуальную, например, проблему благоустройства, но пишут, например, что они готовы участвовать только в оказании адресной помощи людям. Или, например, их волнует здоровый образ жизни, но реализовывать проекты они готовы только в теме благоустройства. Например, в теме здорового образа жизни они проекты реализовывать не готовы. Вот понимание того, кто на территории работает, какие есть некоммерческие организации, социальные учреждения, что они уже делают, какой у них потенциал, в чем люди готовы участвовать, какие есть ресурсы у тех организаций, которые уже работают, и нужны ли им дополнительные ресурсы, могут ли они стать участниками наших конкурсов. Вот эти все вопросы обязательно нужно прояснять, потому что может оказаться, я уже говорила, что может оказаться так, что вы заявляете конкурс по какой-то тематике, и вдруг оказывается, что нет организаций, готовых в нем участвовать. Я, например, могу сказать, что в 2003 году наши благотворители очень хотели поддержать проекты, связанные с поддержкой людей старшего поколения. И в течение нескольких лет заявляли нам этот приоритет и говорили, что они очень хотят сделать конкурс, в котором бы поддержать проекты, направленные на работу с людьми старшего поколения. Вот ни в 2003, ни в 2004 году мы таких конкурсов в Архангельской области не объявляли, ровно потому, что мы понимали, в этой теме работает 5 некоммерческих организаций. Четыре из них не очень сильные. Мы понимали, что нам не собрать заявок на конкурс с таким приоритетом. И поэтому было очень опасно объявлять такого рода конкурс, потому что по факту мы просто не собрали бы заявок. В связи с этим, но поскольку наших доноров интересовала эта тематика, то мы скорректировали тематику конкурса следующим образом. Мы поддержали молодежные проекты, направленные на работу молодежи с людьми старшего поколения. Молодежных организаций было много. Они тогда работали достаточно в широком поле. И мы предложили молодежи организовать и реализовать проекты, в которые были бы вовлечены люди старшего поколения. Вот таким образом нам удалось совместить интересы донора и возможности сообщества, которые были в тот момент. И в рамках вот этой нашей работы было много достаточно интересных заявок, которые были реализованы. И на самом деле именно это позволило нам и удержать тему старшего поколения, и в то же время провести конкурс с достаточно большим количеством участников. А вот, например, сейчас уже в течение четырех лет мы проводим конкурс совместно с фондом Еленой Геннадия Тимченко «Активное поколение», в котором точно направлено на работу с людьми старшего поколения. И у нас огромное количество заявок, потому что за это время появилось достаточно большое количество организаций и учреждений, которые работают и ориентируются на работу с людьми старшего поколения. Вот поэтому это вот очень важный вопрос. Еще очень важный вопрос – это учесть интересы органов власти на территории. На самом деле это не значит, что все программы должны быть скооперированы с органами власти. Часто бывает, что благотворитель не готов к тому, чтобы его программа откуда-то софинансировалась, но в любом случае вы все равно должны понимать, насколько та программа и та тематика, которая интересна потенциальному донору, согласуется с интересами органов власти, с приоритетами, которые выстроены. Здесь может быть два уровня. С одной стороны, программа может, например, очень четко попадать в имеющиеся приоритеты, и тогда она однозначно получит поддержку, а возможно и софинансирование. С другой стороны, возможно, у нас сейчас достаточно много программ поддержки с ОНКО, и, возможно, именно эта тематика является приоритетной, например, для государственных программ. И, например, в них заложено достаточно большое финансирование. В этом случае надо понять, не потеряются ли деньги донора с этим приоритетом в той большой государственной программе, например, которая реализуется на территории. В этом случае это не значит, что донор передумает, например, точно не будет этого финансировать. Возможно, он скажет, нет, я все равно буду поддерживать, потому что это мой интерес, я буду поддерживать программу в этом направлении. Но вы должны показать ему риски того, что программа, например, может раствориться. А может быть, наоборот, предложить ему вариант сотрудничества и, например, уточнение или более узкой подачи программы, или, наоборот, подачи программы как софинансирование вместе с государственной программой, как, например, в Архангельске уже с 2004 года реализуется программа социальной инвестиции, в которой деньги бизнеса соединяются с деньгами бюджета в пропорции 50 на 50. Вот именно здесь как раз именно сработал тот формат, когда нам удалось договорить, провести переговоры и с мэрией города Архангельска, и с нашими благотворителями, и совпали их интересы и приоритеты, и поддерживаются и теми, и другими, поддерживаются одни и те же направления. И для того, чтобы не распылять ресурсы, эти деньги соединяются в единой программе и, соответственно, финансируются одни и те же приоритеты в одной и той же программе в пропорции 50 на 50, тем самым увеличивая программу в два раза, но при этом снижая в том числе и административные расходы, потому что конкурс проводится один. Ну, очень важно, что вы сразу, разговаривая с донором о приоритетах конкурса, вы должны сразу определиться, что он видит как основной результат, то есть что для него важно, привлечь людей или изменить социальную проблему, или, возможно, привлечь к ней внимание, или, например, решить какую-то свою бизнес-задачу, например, повысить имидж своей компании. То есть для того, чтобы потом правильно померить, сработала ли ваша, давали результат ваша конкурсная программа, вы должны, опять же, возвращаясь к первому слайду, очень четко понять его явные и скрытые мотивы, понять, что он хочет получить в результате, для того, чтобы потом померить тот результат, который вы получите в рамках проведения конкурса и реализации тех проектов, которые будут поддержаны, и показать донору тот результат, который достигнут. Ну и напоследок, вот заканчиваю уже несколько важных преимуществ, когда нам удается учесть разные интересы, прежде чем определиться с донором о приоритете конкурса. Значит, мы тогда очень четко понимаем, какой должна быть программа, и учитываем внутри той тематики, которая согласована с донором, интересы всех возможных участников и заинтересованных сторон. Мы имеем возможность комплексно подходить к решению проблемы, потому что мы видим проблему с разных сторон, мы можем использовать разные ресурсы, мы можем использовать разные возможности, включая возможности самих участников конкурса и возможности органов власти. Мы избегаем дублирования, снижаем риски при реализации программы, и если донор на это согласен, то мы имеем возможность объединять ресурсы. Но при этом вы должны понимать, что главным в определении приоритетов все-таки является тот, кто выделяет ресурсы. Наша задача как организации, которая занимается проведением конкурса, администрированием конкурса, наша задача дать максимальное количество информации, очень четкой информации, показать интересы всех заинтересованных сторон, показать возможные риски, если интересы не будут учтены, показать, какие преимущества дает корректировка, например, первоначально заявленной донором тематики, если ее поправить с точки зрения приоритетов различных заинтересованных сторон. и показать те риски, которые могут случиться, если эти интересы не будут учтены. Исходя из нашего опыта, вот при таком серьезном обсуждении приоритетов последующих конкурсов социальных проектов, в котором бы донор смог увидеть это не просто как собственное желание, и то, как его желание может строиться в существующие потребности территории, как правило, донор соглашается с вашими аргументами, потому что именно поэтому он и прибегает к помощи грандмейкинговой организации, потому что ему важно получить эффекты от своей работы, и он понимает, что сам он эту работу сделать не может, или у него недостаточно ресурсов или знаний в этом поле. И поэтому, если вы представляете ему максимальный объем информации и именно с точки зрения возможностей, приоритетов и возможных рисков, в этом случае договориться и найти то самое компромиссное решение, как правило, бывает достаточно просто. Но еще раз повторюсь, если донор настаивает на той теме, которую он для себя первоначально выбрал, и вы не смогли его переубедить, это уже ваше решение брать и вести конкурс в этой тематике или нет. В нашем опыте было, когда мы шли за интересами донора, проводили пилотный конкурс и потом уже на его результатах объясняли, почему важнее сделать какие-то корректировки, исправить и, допустим, прислушаться к нашему мнению. Вот на этом наша первая тема. Вот так обзорно я сказала то основное, что мне хотелось сказать. И если вдруг есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете их сейчас в чате написать, я постараюсь на них ответить. А пока вот вопросов я не вижу, я хочу обратить ваше внимание, что в рамках проекта «Школа Грандменеджера» у всех у вас, у организаций, которые занимаются организацией проведением конкурсов, существует возможность получения комплексных консультаций. Консультации, которые являются не просто часовой, допустим, консультацией ответами на вопросы, а консультацией комплексной, с помощью разработки документов, с помощью анализа тех документов, которые есть. Эти консультации будут проводить члены экспертной группы программы. И если у вас есть потребность в этих консультациях, то вы можете отправлять запрос на консультацию на электронную почту. Электронная почта у вас на экране. Это касается как уже реализованных конкурсов с точки зрения анализа их результатов, так и с точки зрения планируемых новых конкурсов. Если вдруг нужна помощь в разработке анализа документов, разработке каких-то процедур или решении сложных вопросов, которые вы сами решить не можете. Ну и сразу хочу обратить ваше внимание на то, что 18 ноября в 15 часов у нас будет следующий вебинар. Тема разработка положения конкурса и формы заявки, на что обратить внимание. Ведущая Елена Абросимова, эксперт с огромным опытом организации проведения, в том числе и всероссийских конкурсов. Вы, как вот уже наш модератор отметил, что мы зарегистрировали всех участников сегодняшнего вебинара на следующий вебинар. Таким образом вы получите уведомления и сможете принять в нем участие, если вам будет это интересно. Значит, по поводу механизма измерения социального самочувствия. Это для нас проводилась... Это разработанная методика. Для нас разрабатывала его организация Центр социальных измерений «Фокус». Это наша архангельская организация. Мы проводили исследования в нескольких территориях. На сегодняшний день для обработки результатов нужны социологи. Но вот сейчас мы дорабатываем методику, упрощаем ее для того, чтобы ей мог пользоваться любой грантодающий фонд. Поскольку здесь нам нужны такие базовые результаты для того, чтобы иметь аргументы. То есть методика будет иметь два уровня. Первый уровень для самообработки, второй уровень для обработки социологами. Значит, мы работаем с... Работать можно с разными аудиториями. Когда нам нужна была информация по молодежным проектам, мы опрашивали исключительно молодежь, когда нас тематика молодежная интересовала, когда нам нужно понять ситуацию в территории. Значит, мы опрашиваем население на территории. Вот если подробно, то просто напишите, пожалуйста, запрос на указанный электронный адрес, и мы с вами свяжемся и дадим информацию подробно. Если будет нужно, можем организовать вебинар по такому пути. Если вопросов больше нет, спасибо вам большое за внимание. Мы ждем ваши отзывы о вебинаре на указанный адрес. Если есть какие-то пожелания, если возникнут вопросы, тоже пишите. Буквально в течение недели вебинар будет выложен на указанный адрес. Вот я открываю последний слайд. На сайте ngogarant.ru в разделе медиатека будет размещен вебинар. Очень была рада возможности с вами пообщаться. График вебинаров будет также вывешен на сайте и отправлен вам в информационную рассылку. На сайте можно будет зайти по разделу школы грандмейкинга. И на сайте вот этом же центра гарант в анонсе мероприятий мы тоже поставим график семинара, можно будет посмотреть. Будем очень рады, если вы напишите ваше мнение по поводу вот таких краткосрочных. Все равно мы, конечно, не в полчаса, а в 40 минут уложились. Но насколько вам было удобно, что это все-таки не полтора часа. Судя по тому, что почти все участники на месте, наверное, удобно. Я очень рада была с вами пообщаться. Спасибо вам большое. Спасибо.